друзья привет привет те кто умеет пользоваться учебным классом школы профайл будьте любезны подтвердите пожалуйста зелененьким статусом принимаю что вы меня хорошо видите и слышите тема нашей сегодняшней работы это современное искусство словосочетание сомнительное его придумали в двадцатом веке она не очень точная на самом деле потому что ну современность понятие растяжимое и временной интервал который нам с вами придется обсудить это вообще-то середина 19 века это все современное искусство этот курс ориентирован не только и не столько на фотографов сколько на всех желающих превратить то что принято называть современным искусством в источник наслаждения прежде всего потому что вообще-то оно для этого и существует свое время улукбек ну приписывают улукбеку сказал что нет большего наслаждения чем беседа с учеными мужами улукбек это внук тамерлан так вот когда мы с вами воспринимаем художественное высказывание выполненное не на языке слов а на языке образов мы и беседуем с учеными мужами их оказывается гораздо больше чем мы могли бы себе представить потому что люди говорят не только на языке слов но и на языке образов мы поступим с вами следующим образом у нас определенный список теоретических вопросов которые мы обсуждаем на каждом занятии и я применяю следующую тактику я озвучиваю в течение занятия все вопросы и все правильные ответы один раз мне сказали так это не спортивно абсолютно не спортивно а у нас не спортивное мероприятие у нас мероприятие образовательное и наш с вами задача вынести максимум знаний а американцы в этом отношении ребята ушла они все время проводят всякие разные исследования опросы собирают статистику и так далее так далее они давно уже публиковали данные еще в 20 веке о том что самый старательный студент выносит не больше 30 процентов самый старательный так вот чтобы этот процент увеличить по меньшей мере вдвое я и мало того что по нескольку раз повторяю ключевые моменты я еще обязательно озвучиваю вопросы и правильные ответы на них но неизвестно когда в течение занятия и неизвестно в какой последовательности что это дает а это дает ваше присутствие если хочешь набрать сто процентов по теории отсидишь все занятие никуда не денешься либо же если вы смотрите в записи то отсмотришь запись и не на перемотке вот поэтому эффект от этого приема очень очень высокий он используется уже не один год и очень очень эффективен по крайней мере вы могли в этом убедиться посмотрев работы ваших товарищей из предыдущих групп так что имейте ввиду все вопросы звучат и звучат все правильные ответы при этом я уже сказал вам что курсы совершенствуются и я стал использовать на всех гуманитарных курсах своих цивилизационный подход он оказался самым правильным самым системным а если есть система то тогда не приходится запоминать так вот давайте пойдем через понимание а понимание нам даст именно логика цивилизаций давайте сначала определимся что такое цивилизация это важно для нас потому что это мысль будет проходить рефреном через все наши занятия существует множество определений цивилизации мы выберем три причем не знаю самых ли правильных не могу вам сказать но то что самых удобных для нас с вами в контексте данного разговора да безусловно первое определение очень простое цивилизация это пространство городской жизни собственно цивил до пространство городской жизни подавляющее большинство из нас живет в городах иногда очень мелких городах но в городах пространство городской жизни второе определение тоже нам с вами пригодится оно такое просвещенческое определение. Виктор Миробо его дал. 18 века определение, но тем не менее в определенном смысле нам подходящее. Это рациональное секулярное общество, где критерием цивилизованности является рациональность. А секулярное это расцерковленное, нерелигиозное, атеистическое общество. Рациональное секулярное общество. И третье определение цивилизации очень интересное. Его предложил Арнольд Джозеф Тойнби, английский антрополог. Цивилизация это умопостигаемая единица истории, предназначенная для членения исторического потока. Цивилизация это умопостигаемая единица истории, которая служит для членения исторического потока. То есть такой кусок жизни, так скажем, это будет цивилизация. Вот объединив эти все три определения, мы в итоге и будем действовать в рамках треугольника, где в вершинах эти определения и находятся. Это очень удобно. Исходя из этого мы будем выводить многие довольно любопытные концепции. Разумеется, то, что принято называть современным искусством, хотя мы поймем с вами, о чем на самом деле идет речь, должны быть носители. И разумеется, носителями являются цивилизации. Какие цивилизации? Три основных цивилизации. Это западная цивилизация, русская цивилизация и скандинавская цивилизация. Западная цивилизация, скандинавская и русская. Скандинавская и русские цивилизации прекратили свое существование сравнительно недавно, в середине 20-го столетия. Почему и как мы с вами обсудим, но нужно четко понимать, что конец цивилизации не означает конца жизни общества и не означает гибель людей. Нет. Это означает только конец цивилизации. То есть закончилась умопостигаемая единица истории. А западная цивилизация существует по сей день, больше того продолжает развиваться. Итак, носителями являются три цивилизации. Три цивилизации. Западная, скандинавская и русская. Ну вот давайте посмотрим сразу же, как работает наш теоретический опросник. У нас есть первый вопрос, но предупреждаю вас, дорогие друзья. Вопросы и правильные ответы на них звучат неизвестно когда на протяжении занятия и неизвестно в какой последовательности. Но первый вопрос. Дайте три определения цивилизации. Вот теперь смотрите, дорогие друзья. Вот так вот мы с вами возьмем. Зайдем на страницу курса. Домашние работы. Теория. Напоминаю всем, если вдруг какой-то технический недочет в вещании, красный крест мне тогда сразу будет видно. Итак, первый вопрос. Дайте три определения цивилизации. Обратите внимание вот на что. Нужно ставить галочки. И обратите внимание, что квадратики. Квадратики означают, что нужно дать больше одного правильного ответа. Означают, что нужно дать несколько правильных ответов. Если нужно дать один правильный ответ, будет кружочек. Будет кружочек. Ну что ж, отлично. Первый правильный ответ. Это пространство городской жизни. Поставили. Второй правильный ответ. Рациональное секулярное общество. Ответ Виктора Миробо. Определение Виктора Миробо. И, наконец, третий правильный ответ. Единица членения исторического потока. То есть по Арнольду Тойнбе. Раз, два, три. Проверили. И говорим ответить. И нажимаем ОК. Вот. Видите, появилась зелененькая полосочка. Если мы с вами развернули, вот такая длинная зеленая полоса. Отлично. А следующий вопрос, как у нас будет звучать? Какие три цивилизации являются носителем так называемого современного искусства? Какие три цивилизации являются носителем так называемого современного искусства? Западная, скандинавская и русская. А вот теперь смотрите. Вот он вопрос. Какие три цивилизации являются носителем так называемого современного искусства. Западная. Где она у нас тут? Вот. Скандинавская и русская. Это я объясняю тем, кто не учился у меня на курсе. А вот теперь смотрите. Я сознательно забуду скандинавского. Обратите внимание на то, что ведь я же не выбрал неправильного ответа. Я забыл поставить правильный. Ответил только два. Два выбрал. Говорю ответить. Нажимаю ОК. И какая жаль, как говорит один мой знакомый, появилась красная полоска. Это значит, что вопрос не зачтен. Видите? И вот теперь можно хоть утыкаться. Поставить и изменить уже ничего невозможно. К сожалению. Поэтому нужно быть очень-очень внимательным. Очень внимательным. И не торопиться. Спешка нужна только при ловле блох. При этом вы можете идти вслед за преподавателем. Пожалуйста, пожалуйста. Это приветствуется. Почему? Потому что тогда вы досидите до конца занятия. Вот и все. То есть здесь у преподавателя совершенно корыстный интерес. Ладно. Вам теперь это понятно. Движемся дальше. Как работает эта система. Классификация современных искусств. Как она выглядит? Вот я вам покажу следующую схемку. Когда-то я ее уже показывал. Многим она знакома. Но тем не менее. Смотрите. Период модернизма. Что это такое? Откуда он взялся? Об этом мы с вами поговорим отдельно. Но начался он как бы так формально. В 1848 году. Середина 19 столетия. Модернизм делят на ранний модернизм и на поздний модернизм. Хронологические рамки я вам дам, когда будет необходимо. Когда она станет полнота времен. Как говорят. И вот это ранний модернизм дополняется так называемым постмодернизмом. Постмодернизм начался после Второй мировой войны. В Америке он начался во время Второй мировой войны. И продолжается он вообще-то по сей день. Всякие разговоры о том, что мы живем в эпоху метамодернизма, на мой взгляд, представляют собой какую-то нелепость. Потому что мета это промежуточный. Ну о каком же промежутке это может идти речь? Вот к великому сожалению. Вот этот вот участок временной и все события в искусстве, которые разворачивались в этот период, объединяют и называют современным искусством. Это дичь полнейшая. К сожалению. Это вносит невероятную путаницу. Но вот так звучит перевод на русский язык. Ну вот вы знаете прекрасно, что в Нью-Йорке есть МОМА. Да? Мюзеум оф моден арт. Переводят как музей современного искусства. Ничего подобного. Это музей модернизма. Это музей модернизма. Вот об этом всегда нужно помнить, что к великому сожалению имеют место и сдержки перевода. Поэтому конечно же мы будем говорить об искусстве модернизма раннего и позднего. И мы будем с вами говорить об искусстве постмодернизма. Это одна ось. Ну пусть это будет так это мысленно ось абсцисс. К примеру. Да? Но существует еще одна градация. Которая для нас с вами очень важна. И эта градация не то что не научная. Ее можно назвать вообще антинаучной градацией. И сейчас поймете о чем я говорю. Я запущу программу гугл планета Земля. Конечно сейчас на карту смотреть без содрогания сложно. Но тем не менее давайте абстрагируемся. Вот она старушка Европа. Да? Россия матушка и Европа бабушка. Вот давайте проведем линию. Довольно странную линию. Вот тут по восточному побережью Англии. Вниз по франко-германской границе и до многострадальной Италии. Вот так по ее западной границе. Вот мысленно условно проведем вот эту линию. Вот эта линия делит цивилизационное пространство на две половины. Все что к западу от этой границы и все что к востоку от этой границы. Вот искусствоведы между собой подчеркиваю между собой то что я сейчас скажу совершенно ненаучно. Но вот беда. очень удобно. Между собой делят Европу и вообще западную цивилизацию на инь пространство к западу вот от этой странной линии от франко-германской границы и ян пространство к востоку от франко-германской границы. Вы помните прекрасно из философии дальнего востока что инь и ян это мужское женское и мужское начало. Часто говорят инь и янь. Это неверно. Инь и ян. Инь это женское начало, ян начало мужское. И вот теперь я сверну и вы увидите занятие один ранний инь модернизм. Это основная тема нашего сегодняшнего занятия. Да это не научное деление на эти две половины, но удобное для того чтобы освоить материал. Это если угодно леса строительные, которые мы потом снимем когда курс закончится. Но вот эта логика деления на инь и ян цивилизационное пространство нам будет удобно. А Америка это инь или ян пространство? Это очень хороший вопрос, потому что ответа четкого на него не существует. Но я больше склоняюсь к тому, что это ян пространство, мужское пространство. Почему мы с вами будем говорить? Забегая вперед коротко скажу так. Инь пространство это то цивилизационное пространство, где искусство озабочено природой. Но не зайчиками на лужайке. А природой вещей. Сутью вещей. Вот это в основном конечно западная Европа. И в свое время Анаредо Бальзак сформулировал определение искусства. Оно пригодно для 19 столетия. Это определение в основном. Очень подходит. К сегодняшнему дню неприменимо. Но тем не менее. Искусство есть концентрированная натура. Иногда его это высказывание переводят как концентрированная природа. Но лучше говорить концентрированная натура. И художники, а я хочу обратить ваше внимание на то, что ни в коем случае нельзя отождествлять художников с живописцами. Живописец это частный случай художника. Художник это тот, кто говорит с людьми на языке образов. Художественных образов. Художники инь пространства озабочены природой вещей. А вот художники ян пространства, мужского пространства и американцы в том числе, они озабочены взаимоотношениями между людьми. Вот это их интересует в большей степени. Ну вот взять, к примеру, немецкий экспрессионизм, который мы будем проходить. Он как раз плоть от плоти Германия. Вот он озабочен взаимоотношениями между людьми. Русское искусство. Оно озабочено взаимоотношениями. Русское современное искусство. Русский модернизм и постмодернизм. Он озабочен взаимоотношениями между людьми. Это ян пространства. Вот такие критерии. Но там есть нюансы и когда настанет полнота времен, мы с вами эти нюансы обсудим. С чего все началось? Почему вдруг начали говорить о модернизме в 19 веке? Что изменилось? Ну, нужно отметить, что возник пинок животворящий. Изменилось то, что Луи Жакман де Даггер запатентовал светочувствительную пластину. Сделав фотографию моментальной, я не оговорился. Может быть, вы будете сильно удивлены, а может быть и нет, потому что плешь я уже проедал довольно много вам всем по этому поводу. Но фотографию изобрели Агатарх, Анаксагор и Демокрит в 470 году, приблизительно до Рождества Христова, в театре Диониса в Афинах, на склоне Афинского Акрополя. Была изобретена фотография. Только тогда она была рисованной. Ибо фотография это оптический взгляд на окружающий мир. Взгляд одним глазом из одной неподвижной точки. Вот это и есть фотография. А как вы зафиксируете увиденное рукой или с кистью, или с помощью светочувствительного сенсора не имеет значения. Так вот, Луи Жакман де Даггер по одним данным в 838 году, по другим данным в 839 году запатентовал светочувствительную пластину. Ну, молодец. Сделал фотографию моментальной. Но как отреагировало искусство? А искусство отреагировало истерически. Ну, вот здесь, братцы, вот их хлебом не корми. Дай поистерить художников. Конечно, они начали истерику и начали кричать, чтобы явилась убийца живописи прежде всего. Какое-то сермяжное, так сказать, зерно во всем этом присутствует. Я смешал, да? Две поговорки. Какая-то сермяжная правда в этом присутствует. Действительно, если говорить в искусстве как в концентрированной натуре, то моментальная фиксация формы и форм, то есть рельефа, светотений, это, в общем, действительно такое родовое и абсолютное свойство фотографии. Но остался же цвет. А тогда, в 19-м столетии, фотография с цветом работать не умело. Она начнет работать с цветом в 1935 году, когда на рынок будет выброшена, когда будет выброшена в продажу пленка Кода Хром. Кода Хром. И фотография станет полноцветной. В любом случае, это изобретение спровоцировало бум. И в разных цивилизационных пространствах, и в Инь пространстве, то есть к западу от франко-германской границы, и в Ян пространстве, то есть к востоку от франко-германской границы, выдали разную реакцию. Выдали разную реакцию на фотографию. И эта реакция в обоих пространствах была крайне негативной. Почему? Да нетрудно догадаться, почему. Потому что художники стали терять в деньгах, причем массово, обувально, как при биржевом крахе. Дело в том, что обыватель бросился фотографироваться. Ведь одна из задач состояла в том, например, задача 17 века бюргерского голландского портрета, состояла в том, чтобы войти в вечность, похожим на себя. Оставить свое изображение потомкам таким, какой то есть, даже немножко приукрашенным. А фотография как раз эти вопросы решает быстро и дешево. В результате очень многие художники остались неуделы. Не все, не все. Ну взять там, например, Джованни Балдини или Уильяма Бугрова. У них все было хорошо. Они продолжали клепать свои рисованные фотографии, им платили за это большие деньги. Но большая часть художников остались неуделы. И тогда они занялись тем, чем хотят. У них не было другого выхода. У них есть потребность говорить на языке образов. Покупателя, заказчика, постоянного заказчика у них нет. Возьмите, к примеру, Веласкеса, Рембрандта или даже Гою. Взять Веласкеса. Филипп Четвертый был его благодетелем. Фактически вспоил и вскормил этого гениального художника. Взять Гою. Карлос Пятый. Вскормил и вспоил Гою. Тоже касается Леонардо и многих-многих других. У каждого из них был свой патрон, свой сюзерен, который, в общем, их и содержал. На его деньги они и жили. И выполняли его заказы, и выполняли все его прихоти. А теперь ситуация изменилась. Причем изменилась радикально. Обыватель делает свои портреты с помощью дагеротипа. А художнику что? В итоге художник, хочешь не хочешь, оказывается один на один, face to face, со свободным рынком. Это трудно. Это очень трудно. Приходится крутиться, приходится вертеться. Но теперь он действует совершенно по-другому. Он делает то, что считает нужным, и выходит с этим на рынок. И фактически, фигурально выражаясь, сидит и предлагает себя купить. Другое дело, что не все покупают, а порой никто не покупает. Взять вот Ван Гога. Никто не покупал. Это накладывает вообще определенное обязательство и ответственность определенную. И можно очень крепко прогореть. Поэтому многие художники стали нищенствовать, а многие разбогатели. Тут уж как получится. Поймал удачу за хвост, разбогател. Не поймал, не разбогател. Но так или иначе, у нас с вами есть вопрос теоретический. Какой исторический фактор вынудил художника, второй половины 19 века искать новые ценности в искусстве? Правильный ответ. Изобретение в 1838 году Луи Жак Мандедагером светочувствительной пластины. Изобретение в 1838 году Луи Жак Мандедагером светочувствительной пластины. Но вот эта обстановка, обстановка жесткого, беспощадного рынка, в которой оказался художник, она, в общем, ему помогла перейти от обслуживания кого-то, чьих-то интересов, к самостоятельной жизни. Она помогла перейти, а вот теперь внимание, от изображения к художественному высказыванию. От изображения к художественному высказыванию. И вот тут мы возвращаемся к тому сюжету, который видели в самом начале, да, где мальчику дали по башке термосом. Почему очень многие, очень многие так не любят так называемое современное искусство? Потому что не того ищут, что оно может дать. Современное искусство, начиная с середины 19 века, дает не изображение, оно дает высказывание, а ищут изображение. Ищут рисованные фотографии, фотографии в мраморе, в бронзе, как угодно. Но точной копии, реалистичной копии. И желательно, чтобы она еще была и красивенькая, и эротичная. Ну, то есть, те ценности, что привил нам высокий поздний ренессанс, они, в общем-то, никуда не делись. А здесь все совершенно по-другому. Ну, хотите фотографии, ну, вот вам фотограф. А у художников уже совсем другая жизнь и совсем другие задачи. Они говорят и хотят быть услышанными. Но говорят они на языке художественных образов. Мы обязательно с вами дадим определение художественного образа, но не знаю, на сегодняшнем занятии или нет, как получится. У меня же еще одна довольно сложная задача. Руководствоваться принципом «не грузите», да не грузимы будете. То есть, моя задача вас еще не загрузить. Но, тем не менее, у нас есть еще один вопрос. Назовите три периода так называемого современного искусства. Вот очень важная оговорка так называемого. Ранний модернизм, поздний модернизм и постмодернизм. Ранний модернизм, поздний модернизм и постмодернизм. Постмодернизм. Вы знаете, если мы проанализируем с вами развития чего бы то ни было в исторической ретроспективе то мы обнаружим что очень часто движителем развития развитие есть самоусложнение системы движителем развития является история сопротивления кого-то кому-то или чего-то чему-то иногда кого-то чему-то такое тоже было и вот здесь психологически можно в общем достаточно уверенно говорить о том что развитие так называемого современного искусства это история сопротивления фотографии по крайней мере по крайней мере история раннего модернизма история раннего модернизма в общем-то психологически для художника эта история сопротивления фотографии художники возненавидели фотографию лютой ненавистью просто лютой ненавистью это и живописцы этой скульпторы архитекторы в меньшей степени вообще существует три официальных по виду вида пространственного изобразительного искусства это архитектура скульптура живописи я считаю что сюда смело можно добавить градостроение эту мысль доказываю на курсе по национальному искусству сейчас не будем на это тратить время ранний модернизм он имеет определенную протяженность хронологическую хронологические рамки и вот таковы но приблизительно с середины девятнадцатого века но формально как бы с 1848 года стая с того момента как началось движение прерафаэлитов и до начала первой мировой войны вот это будет ранний модернизм середины девятнадцатого до начала первой мировой войны поздний модернизм с начала первой мировой войны до начала второй мировой войны он покороче получается до начала второй мировой войны а дальше очень интересно в европе и в России дырка, пауза на Вторую мировую войну, там было ни до чего. Хотя Дейнека, например, во время войны работал, создавал блестящие совершенно вещи. Он очень талантливый на самом деле художник. По возможности мы с вами о нем поговорим, но так мы в общем подробно-то о нем говорим на курсе по русскому языку. У американцев с начала Второй мировой войны начинается постмодернизм. Постмодернизм. И продолжается по сей день. Он не завершен, если угодно, скажем так, в ходу. В ходу. Постмодернизм в ходу. Значит, ранний модернизм с середины 19-го до начала 1-й. Поздний модернизм с начала 1-й до начала Второй мировой войны. Ну а, грубо говоря, постмодернизм с окончания Второй мировой войны по сегодняшний день. Следующий вопрос. Назовите формулу раннего модернизма. От изображения к высказыванию. Так звучит правильный ответ. От изображения к высказыванию. От изображения к высказыванию. А теперь напомню вам, что у нас сегодня занятие, которое называется ранний инь модернизм. То есть мы с вами будем говорить о том, что происходило к западу. К западу. Вот от этой условной границы, ну, грубо говоря, от франко-германской границы. Но не касаясь Америки. Америку обсуждаем отдельно. Там все немножечко по-другому. Все-таки это не совсем Европа. Хотя вы знаете, по моим ощущениям, ну уж Новая Англия, это уж точно Европа. Ну, только так скажем. Через озеро. Атлантическая. Вот. А сама Америка, она начинается, ну, где-то, ну, вот, по моим ощущениям, вот от Чикаго и уже туда, к Калифорнии. Вот. А так, то, что к востоку, это, в общем-то, Европа. Но со своей спецификой, поэтому ей посвящено отдельное занятие. Итак, вот это пространство цивилизационное, как оно реагирует на фотографию? Как оно ей сопротивляется? Кто был первым? Ну, в общем, нетрудно догадаться, что первыми были англичане. И там у них возникло движение прерафаэлитов. Прерафаэлитов. И у них был вождь. Вождь этот давно умер. Умер он еще в 15 веке. Но тем не менее. Культовой для них фигурой выступил Сандро Боттичелли. Художник раннего Ренессанса. Художник очень-очень талантливый. Довольно проституированный. Потому что в зависимости от конъюнктуры и от патрона, который заказывал ему работы, он выполнял вообще диаметрально противоположные заказы. Он работал под патронатом. Тут никуда не денешься. Почему они назвали себя прерафаэлитами? Что это были за люди? Их, так сказать, лидером, как сейчас скажут, лидером этой банды прерафаэлитов был художник по имени Данте Габриэле Рассетти. Он из итальянцев, так сказать, происходил. Но помимо Данте Габриэле Рассетти были еще и Джон Роддерм Сперсон, и Джон Эверетт Милле, и Ричард Датте и прочие. Их много было. Где хранятся их работы? Где их может посмотреть? Можно их работы. Их работы хранятся прежде всего в лондонской галерее Тейт Британия. Вообще имейте в виду, в Лондоне две галереи Тейт. Галерея Тейт Модерн и галерея Тейт Британия. Я оговорился? Или нет? Не оговорился. Нет, в лондонской галереи Тейт Британия хранятся. Их работа им посвящена, да, им посвящена целая зала. И развес, нельзя сказать, что бестолковый, это будет несправедливо, развес идиотский. Просто совершенно идиотский. Их работы под стеклом и еще до самого потолка разглядеть что-либо практически невозможно. Но там собрана, в общем, основная коллекция прерафаэлитов. В чем суть их трудов? Почему они назвали себя прерафаэлитами? Ну, дело в том, что прелеонардитами вроде как не звучит. Премикеленджелитами тоже вроде не звучит. Пре-тицианитами тоже как-то коряло. А Рафаэлю досталось больше всего, как обычно. Вот все тумаки эпохи и последующих эпох Рафаэль на себя собрал. Бедный парень умер в 37 лет, вот на той самой знаменитой цифре 37, что по Высоцкому. Да еще в собственный день рождения. Меня часто спрашивают, скажите, почему Рафаэль умер таким молодым и в свой день рождения. Ну, какие-то глупости говорят по этому поводу, про какую-то лихорадку. Какая лихорадка в Италии? Болотная лихорадка, якобы. Да нет, я думаю, что он просто перепил. Но так или иначе он для них является самой ненавидимой фигурой. Вот если Боттичелли фигура культовая, то Рафаэль самая ненавидимая. Почему? Потому что он как бы начал убивать искусство. А почему он начал убивать искусство? Потому что он превратил его в рисованную фотографию. Ну да. Ну и что? Ну талантливый при этом, при этом великолепной работой. Он станется там в Ватиканском дворце и прочее. Так или иначе, нужно было на кого-то свой гнев и обиду свою излить. Поэтому и назвали себя прерафаэлитами, поскольку это благозвучно. И мы можем с вами сказать, что в общем творчество прерафаэлитов это английская версия отрицания фотографии. Английская версия отрицания фотографии. И у нас собственно и вопрос так звучит. Творчество прерафаэлитов это? Правильный ответ. Английская версия отрицания фотографии. Английская версия отрицания фотографии. Что они забрали у Боттичелли? Да в общем-то все те же изобразительные приемчики, которые были свойственны и Сандро Боттичелли прежде всего. Ну вот вам такой, пожалуй, самый яркий пример этого заимствования. Просто даже вплоть до эпигонства, так можем сказать. Это автор Джон Роддом Спенсер. Джон Роддом Спенсер Стэнхоп. Называется «Любовь и дева». Ну пусть будет «Любовь и дева», в конце концов, не принципиально. Принципиально другое. Что? Линейность. То есть фигуры четко оконтурены. Линейность. Чего нету, между прочим, в живописи барокко. В голландском портрете, в испанском портрете этого нет. Линейность. Линейность. Замкнутость этого линейного контура. Типичная для Боттичелли в частности. Ну вот рождение Венеры. Вы знаете, из чего родилась Венера? Из крови, которая излилась в море, из отрезанного полового члена бога Крона. О как. Ну это так, просто к слову. Вот этот линейный контур. Вот он типичен для Боттичелли. И он же заимствуется и прерафаэлитами. Замкнутость формы. Фигуры множественны, то есть они самостоятельны. Так же, как они самостоятельны и у Боттичелли. Они не сливаются ни с фоном, ни друг с другом. Каждую очень легко, если взять фотошоп, оконтурить, выделить и пересадить в какой-нибудь совершенно иной контекст. И еще есть одна очень милая деталь. Очень-очень милая деталь. Это слабая светотень. Светотеневой рисунок выражен едва-едва. А следовательно, едва-едва выражен рельеф. Вот на рельефе они не фанатеют. Он такой очень-очень деликатный. То есть, собственно говоря, вот в этих четырех моментах. Линейность, замкнутость этого линейного контура, множественность и слабая светотень. Вот на этих четырех моментах акцентированы прерафаэлиты. И тем они заявляют свое отличие от рисованной фотографии, ненавистной Рафаэлевой и всех последователей, в том числе эпохи барокко, по их мнению. Они заявляют свое отличие. Они заявляют, что именно этот подход позволяет им добиться вот того самого изящества, той самой утонченности, какой добивался Боттичелли, их герой, культовая для них фигура. Они начинают использовать вот такую штуку. Знаете, как она называется? Вот эта вот золотая заливка. Она называется словом «свет». «Свет» – это изографический или иконописный свет. Свет божественной любви, свет божественной благодати исполняется либо золотой краской, либо бледно-зеленой краской, как у Андрея Рублева, либо даже с усальным золотом и прочее. Вот они стали применять еще и этот прием. Но они его применяют исключительно декоративно, без, так сказать, его религиозного содержания. А религиозное его содержание сугубо исихастическое, исихасское, так скажем. Это, собственно говоря, визуализация благодати, заполняющей собой пространство. По большому счету, вот эти заимствования чисто технические, они привели к тому, что на прерафаэлитов вылили ведро помоев. Но не без этого. Публика же, она очень жестокая в этом отношении. Ну, вылили и вылили. И говорили о том, что они наркоманы, и что они вообще, так сказать, еще и развратники и прочее. Ну, наркоманы. Ну, развратники. Ну, а что это меняет в художественном-то отношении? Да решительно ничего не меняет в художественном отношении. И как движение, как направление. Они, в общем, отвоевали себе место под солнцем. И просуществовали тютелька в тютельку 50 лет. Прерафаэлитов началось в 1848, а закончилось в 1898 году. Итак, каковы четыре изобразительных признака прерафаэлизма? Линейность. Раз, первый правильный ответ. Замкнутость формы. Второй правильный ответ. Множественность. Третий правильный ответ. И, наконец, четвертый правильный ответ. Слабая светотень. Линейность. Замкнутость формы. Множественность. И слабая светотень. Вот это их четыре изобразительных признака прерафаэлизма. Сказать, что это вообще что-то чудесное, что-то удивительное, что-то необычайно ценное в изобразительном искусстве, сложно. Но при этом можно достаточно уверенно сказать, что они были первыми. Как Битлз. Давайте, положа руку на сердце. Я понимаю, что я сейчас, может быть, просветотатствую. Но я еще неоднократно буду светотатствовать-то на самом деле. Но сказать, что в музыкальном отношении Битлз это что-то выдающееся, ну, мягко говоря, нет. Но интересно то, что они были первыми. И за это их, в общем-то, и ценят. И прерафаэлиты точно так же были первыми, кто взъярепенился в инне пространстве. В инь пространстве. В раннем инь модернизме. Ну, а что на континенте? Ну, здесь на континенте, конечно, первой отреагировала Франция. Ну, а как же без этого? Ну, уж французы-то, эти ребята, им палец в рот не клади. Вспомните, Жосвей Шарли, да? Десять миллионов рыл на улицах Парижа. Вот это да. Ну, да. Так что французы, конечно, отреагировали остро и отреагировали сразу. Помните? В порядке отдыха. Шура, мне нужен миллион. И желательно сразу. Остап Ибрагимович, можно взять частями. Остап посмотрел на Балаганова так, что у того сразу пропал аппетит. Можно частями, но мне нужно сразу. Итак, французы. Они тоже взъярепенились на фотографию и стали искать иной выход. Причем, разумеется, они интеллектуально никакого выхода не искали поначалу. Ну, так получилось. Надо же было чем-то заниматься. Нужно было что-то предложить свободному рынку. Ну, они и предложили. Принято считать, что, собственно, реакцией на фотографию выступает течение, направление, которое мы с вами назовем импрессионизмом. И, ну, практически все полагают, что импрессионизм – это мимолетное впечатление от увиденного. Ну, кто-то когда-то действительно такое что-то там пробулькал какой-то журналист. Но вот вы знаете все, что в 1872 году не самый лучший художник. Не самый лучший художник, друзья, имейте в виду, Клод Мане, сделал вот этот небольшой этюд. И, дай бог памяти, Андрей Леруа, журналист парижский, сказал «Он, импрессион, солей, леван». Впечатление – восход солнца. Итак, возник термин «импрессионизм», который, как это часто бывает в изобразительном искусстве, предельно идиотский и оттого предельно популярный. Популярность это словечко обрело молниеносно, но оно не отвечает вообще сути дела. То есть, напрочь не отвечает сути дела. Что здесь мы с вами видим? Ну, такое достаточно вялое противопоставление двух цветовых тонов. Красного и голубого. Ну, вот первое, что бросается в глаза. Вот что такое гармония? Это напряжение противоположностей. Это напряжение противоположностей. Это, как высказался в свое время, мы это будем с вами проходить. Василий Васильевич Кандинский – это контрапункт, противоположение чего-то и чего-то. Очень часто говорят, что это противопоставление добра и зла. Ну, какая-то чепуха полнейшая. Это противопоставление противоположностей. Это взаимодействие противоположностей. Это единство и борьба противоположностей, в данном случае цветовых тонов. Но на самом деле французская реакция на фотографию, вернее так скажем, французский вариант, французская версия отрицания фотографии, она возникла за 10 лет до Клода Моне. До этой картинки Клода Моне. И началось все, конечно же, не с Клода Моне, а началось все с великого художника. Имя которого, а точнее фамилия которого, очень-очень похоже на Клода Моне. И анекдоты ходили. Сейчас вам один из таких анекдотов воспроизведу. Это Эдуар Мане через А. Эдуар Мане. Вот тот Клод Моне, а этот Эдуард Мане. Так вот, Эдуар Мане круче, чем Клод Моне в бесконечное число раз. Это очень хороший художник. А анекдоты такие. Значит, Эдуар Мане застает жену с любовником. Выясняется, что это Клод Моне, и она оправдывается тем, что перепутала фамилию. Вот такие анекдоты ходили в 19 веке в художественных кругах Франции. Эдуар Мане, он не Эдуард, а Эдуард Дэ не читается на конце. Так же, как Густав Вигелан, он не Вигеланд, как многие читают, а Вигеланд Дэ на конце не читается. Вот эта его работа, пожилой музыкант, вот она, пожалуй, является знаковой. Вот, пожалуй, что именно с нее начинается новая эра французского модернизма, то есть французская версия инь раннего модернизма. Почему? Ну, кстати говоря, хранится это изумительное совершенно полотно в Национальной галерее в США, в Вашингтоне. Причем, как водится в таких музеях, скамеечек, где можно посидеть, отдохнуть, там очень мало. Перед этой картиной стоит скамеечка. И, в общем, это справедливо. Входишь и падаешь, потому что. Потому что и контраст, и колорит, и вообще, так сказать, сок и смак этого изображения, но они просто бьют по глазам. Этого произведения, прошу прощения, оговорился, не изображение этого произведения, просто бьют по глазам. Но, искусствоведов, хлебом не корми, дай порассуждать о диагоналях. Ну, как же без диагоналей-то? Значит, я сейчас попытаюсь таким паршивеньким голосом говорить, обратите внимание, вот на эту диагональ проведем справа верхнюю в левую нижнюю. Но, действительно, проведем вот эту диагональ и обнаружим, что справа от нее, справа от этой диагонали, вот в этом правом треугольнике, коричневые тона, достаточно однообразные, и достаточно темная палитра. Чуете, к чему я клоню? К тому, что мы с вами проходили на курсе «История европейского искусства», да, или «История искусства в творческой практике». Это типичные тона предшествующей эпохи, типичные тона 18 и 17 столетий, это типичные тона эпохи барокко, мрачная, темная, коричневая палитра. А вот теперь от этой же самой экскурсоводческой и искусствоведческой диагонали в лево, левый треугольник, светлая, воздушная, чистая, легкая, красивая и разнообразная колористически палитра. Как говорят, осветленная палитра, но она не просто осветленная, она еще колористически разнообразна, то есть присутствуют разные цветовые тона. Не бесконечный перепев, не бесконечный валер одного и того же коричневого, а разнообразные цветовые тона. Вот и любят разглагольствовать, в общем, не без оснований рассуждать о том, что вот эта левая часть – это новое искусство, а вот эта правая часть – это старое искусство. И вот это новое искусство, оно потихонечку выталкивает старое искусство. Ну да, да, действительно так, можно так это рассматривать. Конечно же, Эдуард Мане и в мыслях всего этого не держал. Если бы он сейчас меня услышал, он покрутил бы мне пальцем у виска. Безусловно, безусловно. Но мы можем рассматривать саму эту картину сами для себя, подчеркиваю, сами для себя, как символ новой эпохи. Вот здесь тонкость. В искусстве не бывает символов. Тут вы сейчас, наверное, попадаете со своих стульев. Как же? Нас же всю дорогу учили, что задача – расшифровать символы, заложенные в произведение. Лгали самым бессовестным образом. Никаких символов в художественных произведениях нет. За редчайшими исключениями, которые только подтверждают правила. Ну, например, творчество Фриды Калу. При случае вам объясню, почему там один сплошной символизм. Но даже сейчас могу сказать, потому что предназначено для одного зрителя. Для Диего Ривер. Для ее мужа. Но это отдельный разговор. Он у нас с вами впереди. А мы рассматриваем эту картину, пожилой музыкант, сами для себя, как символ. Мы назначаем ей такой смысл. Чем отличается символ от художественного образа? Определение художественного образа мы с вами обязательно дадим со временем. Чем отличается символ от художественного образа? Тем, что символ невозможно понять. Ему можно только назначить смысл. Художественный образ можно понять. Без всяких подсказок, костылей, протезов. В этом разница. Так вот мы сами себе назначаем такой символический смысл. Был такой чудесный совершенно искусствовед, который выступил с блестящей работой в 19 веке. Немецкий искусствовед. Альберт Карл Рихард Мутер, который выступил с блестящей работой «Всеобщая история живописи». Вот эта работа «Всеобщая история живописи» является хрестоматийной, эталонной искусствоведческой работой. В ней он пишет следующее. Что, да, действительно, искусство французское начало уходить вот от этих темных коричневых валеров к светлой паритре, потому что Париж в середине 19 века осветился светом газовых фонарей. И поэтому палитра художников посветлела. Ну, Эжен де Лукруа тоже осветлял свою палитру. Никаких еще газовых фонарей не было. Тем не менее. Ну, конечно, то, что появились газовые фонари и то, что Париж был освещен в середине 19 века, это, безусловно, произвело впечатление на художников. Но я уверен, совершенно уверен в том, что они осветлили свою палитру не потому, что осветился Париж специфическим светом газовых фонарей, а потому что просто приперло. Просто потому, что теперь изменился подход. Потому что теперь мы выполняем не волю заказчика, а делаем, что хотим и продаем. А светлое, жизнерадостное, оно, в общем, гораздо более продавабельное. Гораздо более продавабельное. Но в тот же самый Альберт Карл Рихард Мутер говорит о том, что импрессионизм, если употреблять слово красота, со словом красота будьте осторожны. Но в данном случае мы его употребим. Очень осторожно. Это очень опасное слово на самом деле. Но если употреблять слово красота как выразительность, то Мутер говорит о том, что если классическое искусство или искусство барокко – это красота покоя, то импрессионизм – это красота мгновения. Это красота мгновения. И что импрессионизм стремится описывать натуру не такой, какова она есть, а такой, какова она бывает. Но через что описывать натуру, какой она бывает? То есть описывать состояние натуры. Сейчас я вам приведу банальный, но до пошлости банальный пример. С яблоком. То, что это яблоко, мы понимаем из его формы. А вот спелое оно или нет, мы понимаем из его окраски. Состояние натуры мы с вами расшифровываем из цвета. Выводим из цвета. А то, какова натура есть, мы выводим из формы. Так вот, импрессионизм действительно как бы озаботился тем, какова, в каком состоянии находится натура. А состояние натуры в данный момент времени прежде всего описывается цветом. Это так. Но здесь мне видится, что Мутер перепутал причину и следствие. Об этом я вам скажу чуть-чуть ниже. А давайте-ка ответим на ряд вопросов. Импрессионизм это. Так у нас звучит вопрос. Правильный ответ. Французская версия отрицания фотографии. Французская версия отрицания фотографии. Правильный ответ. Исходная цель импрессионизма по Рихарду Мутеру состояла в том, чтобы. Правильный ответ. Изображать натуру, какой она бывает. Изображать натуру, какой она бывает. Правильный ответ. При этом, что на самом деле происходило? Художникам уже не интересно. Совершенно не интересно. Интересно делать рисованные фотографии. Даже цветные. Ну, для этого есть академические художники. Тот же Уильям Бугро. Им интересно что-то новенькое. И самое главное. То, чего не может фотография того времени. А фотография того времени совершенно не могла исследовать хроматические отношения. Она этого не умела. Она не была цветной. Вот тут-то для художников образовалось жизненное пространство. И художественное творчество того периода, построенное на сопротивлении и на отрицании. То есть, если англичане бросились к Боттичелли, то французы пошли самостоятельным путем и начали наблюдать за окружающим мире и ловить в нем хроматические конфликты. Ведь гармония есть напряжение противоположности. Они стали искать противоположности. Свет и тень. Но прежде всего цветовой тон. Цветовой тон и поиск противоположного ему. Ну, например, желтый и синий. Красный и зеленый. Точнее, пурпурный и зеленый. Это не значит, что они побежали на натуру с калорметром. Нет. Примерно все. Приблизительно. Ну, ясно, что желтый противоположный синим. И при этом точно так же ясно, что фиолетовый находится где-то неподалеку от синего. И не является ему противоположным. Ясно, что зеленый противоположный красному. И ясно при этом, что голубой находится где-то рядом с зеленым и не является ему противоположным. Так, ну, приблизительно по наитию. Но вот эти сочетания, вот эти противоположности, они, во-первых, доставляют радость. А во-вторых, это интересно. А в-третьих, у тебя все равно нет заказов. Ну, что там. Поэтому делай, что хочешь. Вот они и делать начали, чего хотели. А потом под это стали подгонять теоретическую базу. Задним числом. Ну, как это обычно бывает. И стали, так сказать, искать этому всему объяснение. Что они не просто валяют дурака, а занимаются большим серьезным делом. Они, видите ли, заинтересованы состояниями натуры. Это подгонка под ответ. На самом деле, их, конечно, интересовал цвет ради цвета. Цвет ради цвета. А потом под это была подведена философская база. Но это не значит, что они обманули философскую базу. Они подогнали под это, подо все вполне научную. И, в общем, вполне-вполне оправданно. Во-первых, они поняли, что им так нравится цвет, потому что действительно он описывает состояние. Он отвечает на вопрос, в каком натура находится состояние. А форма отвечает на вопрос, какова натура есть. Но это им уже не интересно. Потому что на этот вопрос четко отвечает фотография. С другой стороны, надо бы вообще-то в цвете разобраться. А к тому времени уже существовали теории. И одна из теорий, это теория химика Шевреля, который, кстати говоря, долгое время работал в России. Теорию эту я вам излагать не буду. Скажу только, что она была. И она вполне научная. Эта теория. В рамках той науки, которая была на тот момент. И они довольно быстро поняли, что если ты хочешь, чтобы цвет добрался до восприятия, если ты хочешь, чтобы твое полотно, твое произведение было колористически акцентировано, чтобы было ясно, что оно написано ради цвета, то для этого ты должен что-то сделать с формой. Потому что форма самым бессовестным образом, расталкивая локтями всех и вся, лезет к нашему восприятию. И это вполне естественно. Это вполне оправдано. Почему? Потому что зрение даровано нам не для того, чтобы мы наслаждались произведениями искусства. Зрение даровано нам для того, чтобы мы выжили в жесткой эволюционной обстановке. Форма намного информативнее. Намного информативнее. Цвет – вещь вспомогательная. И информация цветовая воспринимается нами в самую последнюю очередь. Как высказался в свое время очень умно, я бы так сказал даже остроумно, но Зигмунд Фрейд, задача сделать человека счастливым не входила в план сотворения мира. Воистину. А вот у импрессионистов как раз задача-то обратная. Чтобы человек был хоть чуть-чуть, но счастлив. Но я в данном случае шучу, конечно. Значит, что нужно сделать для того, чтобы цвет пробрался к зрителю? Упростить форму. Упростить форму. Существует такой штамп, что импрессионизм – это прежде всего трепетный мазок. Да нет же. Трепетный мазок – это средство для упрощения формы. Другая, противоположная точка зрения. Да эти балбесы рисовать не умели. Да все они прекрасно умели. Великолепные рисовальщики были среди них. Но они сознательно отказываются от проработки деталей. Почему? Потому что детали – это атрибут формы. А форма мешает восприятию колорита. Вот это является научным открытием импрессионистов. И это не пустая фраза. Еще Леонардо говорил, живопись – это наука, воистину. Изобразительное искусство в том числе – это инструмент познания. И создавая изображения и превращая их в образы, художники-импрессионисты занимались в том числе автоматически научной деятельностью. Они обнаруживают, что форма действительно мешает восприятию колорита. И детали, как атрибут формы, тоже мешают восприятию цвета. Для того, чтобы цвет добрался до нашего восприятия, для этого нужно форму упростить. И вот тут у нас с вами автоматически формируется вопрос. Назовите три главных научных открытия импрессионизма. И обратите внимание, слово «научных» выделено прописными буквами. Назовите три главных научных открытия импрессионизма. Первое научное открытие. Состояние натуры в данный момент прежде всего описывается цветом. Второй правильный ответ. Форма препятствует восприятию колорита. Форма препятствует восприятию колорита. Здесь небольшое лирическое отступление. Давайте четко договоримся, что такое форма. Значит, с этим корнем форм существует несколько терминов в искусствознании. И самый первый термин – это художественная форма. Что такое художественная форма, никто не знает. Художественная форма – это сферический конь в вакууме, определить которого невозможно. Куча слов проговорено и написано, скажу вам честно, положа руку на сердце. Я понятия не имею, что такое художественная форма. Извиняет меня перед вами лишь то, что никто понятия не имеет. Все этим термином пользуются, все трындят о художественной форме, никто при этом ее не может определить. С этого момента словосочетание художественной формы мы с вами просто забываем. А вот просто форма – это есть проекционный контур фигуры или объекта на сетчатку наших глаз. Проекционный контур фигуры или объекта на сетчатку наших глаз. Вот это и будет форма. Та самая форма, которую так старательно прописывал Боттичелли, и которую так старательно прописывали Пре-Рафаэлит. Есть еще понятие формы, но их можно смело заменить термином рельеф. Но когда говорят формы во множественном числе, как ножницы, то лучше говорить рельеф. Это еще один термин с корнем формы. Итак, форма препятствует восприятию колорита. И детализация, как атрибут формы, тоже препятствует восприятию колорита. Итак, три правильных ответа. Состояние натуры в данный момент прежде всего описывается цветом. Второй правильный ответ – форма препятствует восприятию колорита. И третий правильный ответ – детализация препятствует восприятию колорита. Детализация препятствует восприятию колорита. Что получается в итоге? А получается очень интересная штука. Получается, что мы оказались в самом начале пути. Мы говорим о Франции, о континентальной реакции на фотографию ранней и модернизм. Вот начало пути это импрессионизм. Но у всякого пути есть конец. Импрессионистов много. Показывать их картинки бессмысленно. Вы их хорошо знаете. Только имейте в виду, что часть мы посмотрели уже. В основном это был Клод Мане и Эдуард Мане. Но от Эдуара Мане начиная развивается французский импрессионизм. Как французская инь форма сопротивления фотографии. Это все знаменитые имена. Это и Эдгар Дега, и Ренуар и прочие прочие. Все они объединены общим фетишем. Цвет. Дорогие друзья, импрессионизм это цвет. Это не смазь и не вибрантный мазок, как говорят искусствоведы. Вибрантный мазок это способ упростить форму. Смысл в цвете. И когда какой-нибудь фотограф берет монокль или софт-объектив и начинает от пояса очередями лепить на черно-белую фотопленку или потом обесцвечивать цифровое изображение в фотошопе и называть себя при этом импрессионистом. То ничего кроме гомерического хохота, сами понимаете, теперь это вызвать не может. Импрессионизм это цвет. Это то, на что не способна была та фотография. Станислав Фридкин спрашивает. А у Ильяма Бугро насколько импрессионист? Ни на сколько. Вообще ни на сколько. Обычный академический художник. Высокий профессионал, который очень хорошо зарабатывал, но к импрессионизму он не имеет ни малейшего отношения, потому что никаких состояний натуры у него нет. Что любопытно, что импрессионизм был доведен до своего логического завершения. Появились художники и уже в самом-самом конце 19-го столетия, даже в начале 20-го столетия, и это прежде всего, конечно же, Анри Матис, которые вдруг сообразили, что цвет можно довести до абсолюта, граничащего с абсурдом. Они вдруг поняли, что нужно не просто упростить форму, при этом она не обязана утрачивать свое изящество. Вот обратите внимание, это знаменитое панно-танец 1910 года, которое заказал Сергей Щукин, потом струсил, не купил, а потом спохватился и купил. Это отдельная история, мы ее с вами разбирали на семинаре по Матису, проходим ее на живом классе по Матису. Обратите внимание, вот в этом вакхическом танце, это даже не вакхический танец, это же сатиры. Вот в этом танце сатиров форма, мягко говоря, не лишена изящества. Поди-ка еще так нарисуй. Это не просто так. Но при этом, смотрите, полностью отсутствует светотеневая моделировка. Рельефа нет. Если у импрессионистов он все-таки был рельеф. Они там рассуждали, за счет чего его нужно делать, то ли за счет светотени, то ли за счет игры красочного тона. Это все так. Но здесь его нет совсем. Это вообще напоминает технику декупажа, который потом, между прочим, в конце жизни, обессилевший Матис, который по болезни уже кисть держать не мог, он и перейдет. Он же ножницами в конце жизни работал, Матис. Но вот это тот самый случай, когда художники отказались и от светотеневой моделировки, оставив только форму упрощенную и цветовые плоскости. И вот их, дай бог памяти Луи Воссель, назвал озверевшими. Просто озверелыми. Да, это было колористическое озверение, что звучит как фовизм. Фовизм – звери. Это цвет, доведенный до своего предела, цвет, доведенный до бешенства. Фактически, все упрощается. Остается только колористическое воздействие на человека. Светотеневой моделировки нет, деталей нет, ничего нет. Есть только воздействие. И это воздействие действительно максимально мыслимое. Куда еще можно продвинуться дальше в плане цветового воздействия? Это все Матис. Ну, сразу вам скажу, использовать люминесцентные краски. Это же возможно. Этим занимались американцы. Европейцы не стали этим заниматься. Мы это обсудим с вами на соответствующем занятии. Итак, фовизм – это крайняя степень цветового культа. Дальше? А дальше просто все закончилось. И об этом мы с вами скажем на сегодняшнем занятии. Потому что за Матиссом, за Андре де Реном, за Вламинком, уже фактически, за Раулем Дюфи уже нет ничего. Вот эта компания фовистов – это конечная точка сопротивления фотографий через цвет. На них приблизительно в 1908 году все заканчивается. Вот эта история цветового сопротивления фотографии заканчивается фовистами. Это, если угодно, логический исход импрессионизма. И у нас есть такой вопрос. Каков логический исход импрессионизма? Правильный ответ – фовизм. В чем и как проявила себя озверелость фовистов? Проявила она себя прежде всего, во-первых, полным отказом от линейной перспективы. Полным отказом от линейной перспективы. И второе – отказом от моделировки форм светотенью. Что такое моделировка форм? Лепка, лепка. Формы лепятся. Но за счет чего? Они лепятся за счет светотени. Прежде всего фовисты отказываются от светотени. А потом, когда, как я вам уже сказал, Анри Матис совсем обессилел, он перешел вот к этой технике аппликации. Но это та же самая вещь. Это тот же самый подход. Где нет светотени, но есть форма и есть красочные пятна. Это очень интересно на самом деле. В музее Матисса в Ницце. Вот музей Матисса в Ницце. Очень интересно как раз наблюдать вот эти вещи. Как он, будучи уже совсем стареньким и больным, тем не менее продолжал работать в этом направлении. Он фактически жизнь свою положил на алтарь цвета. Простите мне эту пошлость, но обстоятельства меня к этому вынуждают. Ниже вы поймете почему. Итак, у нас есть вопрос. Назовите два признака озверелости фовистов. Первое. Это отказ от линейной перспективы. А линейная перспектива это характернейший, если не основной атрибут формы. Рельефа, прошу прощения, рельефа и глубины пространства. И второе. Это отказ от моделировки форм светотенью. Отказ от линейной перспективы и отказ от моделировки форм светотенью. Это признаки озверелости фовистов. Но при этом обратите внимание на одну очень интересную деталь. Очень любопытную деталь. Все, что мы с вами проговорили и в отношении импрессионистов, и в отношении фовистов, которые довели импрессионизм просто до своего упора. Дальше реально некуда развиваться в колористическом отношении. Тем не менее, и те, и другие действовали по формуле Бауэль-Бальзака. А формула Бальзака звучит как «концентрированная натура». Концентрированная натура. Искусство есть концентрированная натура. Но при этом не совсем понятно, а как же ее можно концентрировать. На этот вопрос очень четко отвечает Ван Гог, который был блестящим искусствоведом, между прочим. Еще неизвестно, кто в нем был круче, художник или искусствовед. Он гениальный искусствовед. Он дает объяснение того, как можно концентрировать натуру. Преувеличивать существенное и намеренно оставлять едва намеченным все второстепенное. Преувеличивать существенное и намеренно оставлять едва намеченным все второстепенное. Вот формула Ван Гога все становится в общем понятна. И импрессионисты, и фависты, сопротивляясь фотографии, преувеличивали существенное, оставляя едва намеченным все второстепенное. Но дальше натуры, то есть целиком в логике инь пространства, напомню вам, что инь пространство, инь это женское начало, и инь пространство, это не официальное деление, это, так скажем, искусствоведческая шутка, но, как говорится, в каждой шутке. Это женское начало в искусстве, разумеется, прежде всего, интерес представляет собственно натура, собственно природа вещей. Но были художники, которых это, ну, никак не могло удовлетворить. Этих художников три. Сезанн, Ван Гог и Поль Гоген. Сезанн, Ван Гог и Поль Гоген. Чем они интересны, эти художники? Тем, что импрессионизм перестал их удовлетворять внешней стороной изображаемого. Они обнаружили, что взгляд импрессионистов на вещи достаточно поверхностной. Они захотели копнуть глубже, но через цвет. Прежде всего, через цвет. И, конечно, самое громкое слово и самое мудрое слово в этом отношении сказал Винсент Вильям Ван Гог. Вот давайте посмотрим пару сравнений, которые вы, наверное, очень хорошо знаете, потому что я ее показываю просто на всех курсах. Ну и, собственно, отклоняться от принятой традиции я не хочу. Смотрите. Слева на экране картина, которая называется «Южная ночь». Автор ее – голландский художник-пуантилист. Пуантилистов иногда называют неоимпрессионистами. Но это глупость полнейшая. Они просто импрессионисты. Отличия заключаются лишь в технике. Они используют ручное стахастическое растрирование. Они берут высоконасыщенные краски, тонкой кисточкой набивают точечки. Им это необходимо для расширения цветового охвата. Как это происходит, хотите при случае объясню. Но при случае это значит на последнем занятии, которое у нас предназначено для вопросов и ответов. А сейчас просто имейте в виду, что пуантилисты, несмотря на то, что их называют неоимпрессионистами, на самом деле это те же самые импрессионисты, точно так же ищущие прежде всего цвета в окружающем мире, но добивающиеся высокой насыщенности красок за счет точечной набивки. То есть за счет ручного стахастического растрирования. Все, больше они не стоят того, чтобы о них говорить. Но Тео Ван Рюссельберге, он, пожалуй, один из самых слабых пуантилистов. Направление маленькое, такой тоненький ручеек из импрессионизма. Отделился чисто технически. Он достаточно слабый художник, и тем он нам интересен. Тем больше будет контраст. Вы догадываетесь уже, что если есть что-то слева, значит будет что-то и справа. Совершенно верно. Однако, обратите внимание, принцип сугубо импрессионистский. Противоположение, контрапункт, если угодно. Противоположение желтого и синего. Ничего, картина. Между прочим, висит в лондонской галерее Тейт Модерн. На довольно-таки почетном месте, ее хорошо видно. Ну и что, собственно говоря, здесь гармония возникает за счет конфликта между желтым цветовым тоном и синим цветовым тоном. И в общем, легко читается состояние натуры. Это сумерки, либо сразу после заката, либо незадолго до рассвета, в конечном счете не принципиально. Атмосферненько, так скажем. Но! Вот теперь смотрите. А что справа? А справа знаменитая звездная ночь Ван Гога. Хранится в МОМА, в Museum of Modern Art, музее модернизма в Нью-Йорке. Гениальное произведение, которое гораздо глубже, чем то, что слева. Конфликт, который используется, тот же самый. Также синий противоположен желтому. Но! Согласитесь, что впечатление, которое производит это произведение справа, несопоставимо с тем, что слева. За счет чего? За счет того, что внесены очень серьезные искажения в натуру. И вот благодаря этим искажениям закодированы смыслы. Смыслы, которые не передаваемы никаким иным способом, кроме как через художественный образ. Искусство изобразительное тем и отличается, что транслирует смыслы, не передаваемые никаким иным способом. Если какой-то смысл можно передать, воспроизвести словами, мы всегда воспользуемся словами. Почему? Потому что мы так устроены. Об этом можно порассуждать, но не будем сейчас тратить на это время. Искусствоведы очень не любят отвечать на вопрос, а что хотел сказать автор. Но не любят они этого. Потому что чаще всего это просто невозможно. А начинающие, те, кто знакомится только с искусством, очень часто просят. Вот некоторые, крайне редко такое бывает, но бывают картины, переводимые на язык слов достаточно легко. И вот эта картина в частности. Первое, что здесь следует сказать, что Боже вас упаси раз и навсегда. Забудьте вот эту идиотскую формулу. Я художник, я так вижу. Вот это полный бред. Художник видит так же, как и мы с вами. А нам предстоит еще показать, что все мы художники на самом деле. Но это дело будущего. И он видит самым обыкновенным образом. Для него в видимости, в видности звездная ночь и сине-черное небо с белыми точками звезд, не более того. Но, изобразив звездную ночь вот так, он выражает к ней свое отношение. Я художник, я так отношусь. Вот это уже другой разговор. Согласитесь, что кто-то что-то как-то видит. Оно вас сильно волнует? Кто там чего как видит. А вот кто как относится, это дело другое. Вот всегда интересно феномен и как к нему относятся. Поэтому, конечно же, нас прежде всего интересует, как художник относится к натуре. И как он выражает свое отношение через цвет в частности. Через цвет в частности. Но, как я вам уже сказал, внешняя сторона изображаемого не очень интересна стала вот этим трем гением. Сезанну, Ван Гогу и Полю Гогену. Они попытались и успешно проникнуть в суть вещей через цвет. Не просто изобразить, а постичь суть вещей через изображение. Вот это сверхзадача. И в этой работе, почему она столь знаменита, Ван Гог проникает, постигает суть вещей и выражает. Это тот редкий случай, крайне редкий случай, очень редкий случай, когда произведение сравнительно легко переводится на язык слов. Почему Ван Гог изобразил звезды вот такими желтыми? Почему он изобразил луну вот такой желтой? Что вот это за вихры вот такие? Зачем это все? Что за издевательство над фотографией? Да, это издевательство, совершенно осознанное. Потому что именно оно, искажение, кодирует смыслы, невоспроизводимые никаким другим способом. Здесь Ван Гог, в отличие от Тео Рюссельберги, который просто констатировал факт. Оптический. Здесь Ван Гог никакого оптического факта не констатирует. Ему плевать на этот оптический факт. Он здесь говорит. Во-первых, звездная южная ночь – это лик Вселенной. Во-вторых, Вселенная живая. Она полна жизни. Вот второй тезис очень хорошо доказывается вот этими вихрами. Вот этими водоворотами жизни. Вот здесь как раз и вполне возможно, что отсюда Феллини заимствовал Ночи Кабирии. Финальную сцену Ночи Кабирии. Когда вокруг главной героини вот эти водовороты жизни. Мы с вами это разбирали на семинаре по Феллини. Но достичь такой выразительности можно только через искажение. Другого пути нет. И вот здесь он, если угодно, синтезирует. Добивается синтеза формы и цвета. Он идет здесь через форму. Он искажает форму и педалирует цвет. Поэтому мы можем назвать Ван Гога синтетистом. Синтез формы и цвета. И само направление мы с вами назовем синтетизмом. Он постигает внутреннюю суть натуры через ее цвет. Он выражает внутреннюю суть натуры через ее цвет. И он выражает отношение к натуре через ее цвет. Вот это уже на голову выше, чем у просто импрессионистов. Вот это то, что можно назвать синтетизмом в искусстве. Это синтез формы и цвета. Это синтез постижения и выражения. Синтез формы и цвета. Синтез постижения и выражения. Но искусствоведы поначалу повесили на это все название пост-импрессионизм. Да нет никакого пост-импрессионизма. Есть синтетизм. Сезанн. Сезанн в этом отношении пошел, но не скажу, что дальше, он пошел немножко другим путем. Если Ван Гог использовал вот этот свой экспрессивный, динамический мазок, искажая тем самым форму и добиваясь за счет этого особой выразительности, то Сезанн в итоге действует по-другому. Он на плоскости вот просто так форму не искажает. Это Сезанн. Здесь те же колористические акценты, здесь те же, так сказать, противоположения цветовых тонов. Все это, в общем, как и принято обсуждать. Контрапункт цветовой. Ну, правильнее говорить. Контрапункт хроматический. Но при этом от обратите внимание на одну странную деталь. Вроде яблоки и яблоки. Мунк еще все потешался, забавлялся. Говорил, что вы не рисуете яблоки. Почему же? Сейчас все рисуют яблоки. Вместе с тем, смотрим. Ну, натюрморт и натюрморт. Да вроде ничего особенного в этом натюрморте нет. Натюрморт как натюрморт. Хранится, между прочим, не где-нибудь, а в Чикагском арт-институте. Предыдущий, кстати, тоже. Кстати, тоже. А вот этот шедевр хранится в Пушкинском музее. В Москве. И вот этот в Государственном Эрмитаже в Петербурге. Вот, пожалуй, четыре самых крутых натюрморта у Сезанна. Смотришь и вдруг обнаруживаешь интересную вещь. Да, топорненько. Но черт возьми, эта топорность, она так привлекательна. И вроде как-то все как-то не пойми как. Такое впечатление, что он вроде как вообще натюрморт этот делать не умеет. Как-то у него как-то вот все как-то не по-нашему. Как-то вот оно необычно, непривычно. А вместе с тем непривычность эта удивительно притягательна. Удивительно выразительна. Ой. Удивительно выразительна. Как это так? За счет чего? Вот что интересно, дорогие друзья. Смотрите-ка. Вот. Возьмем вот так. А теперь вот так. А теперь вот так. И обнаружим, что точка схода лежит вне картинной плоскости. Прямая линейная перспектива. Но точка схода вне картинной плоскости. Едем дальше. И обнаружим, что вот у этого объекта перспектива-то обратная. И точка схода лежит тоже вне картинной плоскости. Но только перед. Внизу. Вот здесь вверху, а здесь внизу. И вот так вот можно раскрутить все полотно. Но и мы поймем с вами, что Сезанн использует мультиперспективу. Это безумное искажение формы. Это такой отход от рисованной фотографии. Что вообще от фотографии. От ценности линейной перспективы. Что, в общем, только дух остается перевести. Помните, как от предчувствия удачи Мюллер даже вспотел. Даже можно вспотеть. Да, это мультиперспектива. И где-то мы это видели. Где-то это мы видели. Вот где-где-где-где. Вот вспоминайте, где мы это видели. И оказывается, что мы это с вами видели вот здесь. Вот вам еще один пример мультиперспективы. Изография. Иконописи. Гениальность Сезанна заключается в том, что он, будучи совершенно необразованным мужиком. Несмотря на то, что он из богатой семьи. Папаша-то у него был банкир. Папаша его был лапоть. И Сезанн был лапоть. Нормального образования не получил. Ни тот, ни другой. И уж то, что Сезанн никуда не выезжал. И нигде не мог познакомиться всерьез с византийским искусством. Это факт. А тем не менее, он приходит к тому, к чему пришли византийские иконописцы. К мультиперспективе. И вот за счет нее. Раз. И за счет цветовых хроматических конфликтов. Два. Он добивается вот этих потрясающих сверхъестественных эффектов. Когда смотришь и понимаешь, что вообще-то так не бывает. Вот что-то оно сверх, а что непонятно. Это хитрейшее и, в общем, гениальное манипулирование формой и одновременно цветом. Это синтез формы и цвета, с одной стороны. Это синтез проникновения и выражения, с другой стороны. Это в чистом виде синтетизм в искусстве. Это намного круче, чем просто импрессионизм. Фактически импрессионизм – это тоже фотография, только цветная. Ну, с некоторыми там особенностями прибамбаса. А вот это уже нет. Вот это уже искусство. Вот это уже действительно серьезный разговор о мироздании. В случае Сезанна, создающий ощущение сверхбытийности. В этом его достижение, в этом его ценность. А то, что он при этом был необразованный, недалекий мужик – это, конечно, печально. Но, тем не менее, одно другому не мешает. Он говорил, но не на языке слов. Он говорил на языке образов. Кстати говоря, вот эти знаменитые подсолнухи Ван Гога, здесь-то особо хроматического конфликта нет. Здесь есть та высокая желтая нота, о которой рассуждал Ван Гог в своих письмах. То есть, здесь уже иного рода сплав формы и цвета. Здесь уже Ван Гог не гоняется за хроматическими конфликтами, как, например, вот в этих ирисах. Он развивает тему формы и разрабатывает единственный цветовой тон. И в этом тоже проявляет себя синтез формы и цвета, позволяющий постичь внутреннюю суть натуры через цвет и форму. И выразить внутреннюю суть натуры через цвет. Гоген, в общем, тоже идет по тому же самому пути. И, конечно, самые яркие его произведения, это произведения первого таитянского периода его. Но здесь он вступает скорее на тропу наива, наивного искусства. Это отдельное направление, но вместе с тем он не желает расставаться с достижениями французского импрессионизма, с цветовыми конфликтами. Однако же идет на определенный компромисс. Позволяет себе некоторые светотеневые моделировки. Да, это есть у него. Но Гоген третий все-таки в этом списке. Первый, как ни странно, не Ван Гог. Первый Сезанн, второй Ван Гог. Гоген третий. Потому что его синтетизм, его вот этот сплав формы и цвета, он зиждется исключительно на таланте. Тогда как Сезанн, прежде всего Сезанн, предлагает метод. И Ван Гог, в общем, тоже. Но, безусловно, Гоген тоже входит в состав этой, если угодно, святой троицы синтетистов. Святой троицы синтетистов. Итак, дорогие друзья, назовите четыре художественных новации синтетизма. Давайте я оставлю на экране все-таки вот эту мне очень нравится. Работа Ван Гога. Назовите четыре художественных новации синтетизма. Первое. Это синтез формы и цвета. Второе. Постижение внутренней сути натуры через ее цвет. Третье. Выражение внутренней сути натуры через ее цвет. И, наконец, четвертое. Выражение отношения к натуре через ее цвет. Синтез формы и цвета. Раз. Постижение внутренней сути натуры через ее цвет. Два. Выражение внутренней сути натуры через ее цвет. Три. И, наконец, выражение отношения к натуре через цвет четыре. Через цвет четыре. Как я вам уже сказал, крайней точкой импрессионизма выступил фавизм, но чисто хронологически Сезон, Ван Гог и Гоген работали в то же самое время. Они просто стоят рядом, но хронологически они работали в то же самое время. Поэтому мы с вами вначале разобрали французский импрессионизм, затем фавизм, после чего уже сказали о достижениях синтетизма. Но, его еще иногда называют постимпрессионизмом, но нельзя ни в коем случае говорить о том, что Сезон, Ван Гог и Гоген затесались где-то между фавизмом и импрессионизмом. Нет, 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 конечно нет. Конечно нет. Масштаб личности этих людей был столь огромным, что они и создали огромные произведения. Ну что ж, хорошо, движемся дальше. А дальше, братцы, произошло вот что. Все-таки такой глубины постижения и такой мощи выражения, как у синтетистов, как у Сезонна, Ван Гога и Гогена, ну просто так не добьешься. Для этого нужно быть просто очень яркими личностями и талантливыми художниками. Тут должны сойтись воедино множество факторов. Такое не всегда случается. Но в любом случае фавизм поставил точку вот в этом движении, вот в этом направлении сопротивления фотографии. Ресурсы цвета были исчерпаны. Это остается нам с вами только признать. Ничего с этим не поделаешь. Да, художники-фависты работали, импрессионисты работали. Был такой замечательный совершенно импрессионист испанский, импрессионист Хоакин Соролья. Вот его автопортрет. У него чудесные совершенно есть работы, которые хранятся даже в музее Прадо. И в основном он обыгрывает единственный контрапункт, единственную пару цветовых тонов, телесный и средиземноморский. Но при этом сказать, что это что-то выдающееся, в общем, мы не можем. Однако художник очень-очень хороший. Тоже, естественно, он относится к инь, раннему модернизму. Потому что к западу франко-германской границы. Однако же Испания явила на свет художника, имя которого вам всем очень хорошо известно. Это Пабло Пикассо. Пабло Пикассо, разумеется, современник всех этих цветовых переживаний. Всего того, что происходило в Европе в тот период. Вот он был тогда таким молодым в 1908 году. Он прошел через хроматические поиски. Я даже не хочу вам эти хроматические поиски показывать. В конце концов, вы можете с ними познакомиться на живом классе по творчеству Пабло Пикассо. Однако же он был молодым и амбициозным. Он приехал в Париж, познакомился там с Жоржем Браком. И оба они, это Жорж Брак, его приятель, и оба они хотели славы и хотели денег. И оба они были модернистами. Они вовсе не собирались работать под заказ. Они делали то, что они хотели. И были намерены свои желания продавать. Вы знаете, что у Пикассо был голубой период. Потом розовый период. Но в колористическом отношении, дай бог вести что. Ну вот я вам сейчас покажу одну из работ голубого периода. Вот гитарист 1904 года. Почему он так ухватился за голубой? Он кричал, что голубой его любимый цвет. Я думаю, что это была не совсем правда. Я думаю, что он ухватился за голубой. Потому что с одной стороны нужно быть колористом. А с другой стороны нужно использовать цветовой тон, который редко встречается. Ну вот так оттуда и нарисовался голубой период. Потом его кинуло в розовый период. Это было то же самое. Потому что розовый тоже редко встречается. В полотнах живописцев. Соригинальничать же нужно. Вот. Как же без этого? Но так случилось, что его подружка Фернанда Оливье сводила его в музей Тракадеро. Музей Тракадеро это музей в Париже. Нынче это музей человека. Метро Тракадеро. Возле Эйфелевой башни. А перейдете через речку, попадете на набережную Бронли. Там музей на набережной Бронли. Он увидел шаманские маски. Он увидел африканское искусство. Он увидел гренландское искусство. Он увидел искусство шаманских народов. В прямом смысле слова искусство топорное. И вот эти топорные, отесанные, граненые формы... Граненые формы... Они... Произвели на него столь сильное впечатление. Просто колоссальное впечатление. Что отразились в его искусстве. И в 1908 году он выступил вот с этой знаменитой картиной «Авиньонские шлюхи». Которые затем были деликатно переименованы в «Авиньонских девиц». Обратите внимание на то, что здесь как раз присутствует вот эта граненность форм. Вот эта неотесанность форм. И вместе с тем, смотрите, у трех девушек жуткие рожи. Очень напоминающие африканские маски. Ой, чего только искусствоведы по этому поводу не болтали. Я даже не хочу воспроизводить всю ту чушь, которая по этому поводу звучала. Важно другое. Важно то, что он был отвергнут салоном 1908 года. Эта картина была воплощенным кошмаром. И отверг ее не кто-нибудь, а Нри Матис, с которым они были очень хорошо знакомы. И помянутый уже Луи Вассель, посмотрев на это, на все, сказал «Перуанский кубизм». А Матис, посмотрев, поморщился и сказал «Какие-то кубики». Вот так появилось слово «кубизм». Это еще один дурацкий термин наряду с импрессионизмом. В нем никакого смысла нет. Больше того, вот здесь есть тонкость, и нужно о ней обязательно сказать. Тонкость заключается в том, что слово родилось в 1908 году, а направление в искусстве чуть-чуть позже, через год. Но отсюда проблема. Когда вы видите граненость форм, когда вы видите их рубленность вот такую вот, и сверхъестественную упрощенность и угловатость, первое, что возникает, ну это кубизм. Нет, это не кубизм. Это не кубизм. Это так называемый африканско-шаманский период в творчестве Пабло Пикассо. Но это не кубизм. Это сугубо декоративный прием. На Пикассо кубизм произвел столь сильное впечатление, что во многих-многих-многих своих картинах до конца жизни он вот эту угловатость форм использует. Но не более того. Суть кубизма заключается принципиально в другом. Кубистические работы не являются изображениями вообще. Вот здесь очень важно подчеркнуть. Смотрите. Импрессионизм, фавизм, это синтетизм. В конечном счете это все-таки изображение. Даже яблоки Сезанна с его мультиперспективой, изографической, фактически иконной мультиперспективой. Даже Ван Гог с его экспрессивными мазками. Это все равно в конечном счете изображение чего-то. В них вложена масса смыслов. Особенно если речь идет о синтетизме. Но это изображение. А вот когда мы с вами говорим о кубизме, то здесь мы вообще отказываемся от логики изображений. Почему? Потому что от логики изображения чего-то отказались Пикассо и Брак. Пикассо и Брак отказались от логики изображения. А к чему же они пришли? А вот для того, чтобы понять, к чему они пришли, вернемся вот к этой работе голубого периода. Называется она гитарист. Но давайте посмотрим внимательно на нее. Что мы видим? Мы видим старого слепого еврея с гитарой. Это человек с гитарой. Но это не гитарист. Почему? Потому что гитарист – это тот, кто на гитаре играет, а не просто ее держит в руках, позируя художнику. Человек, играющий на гитаре. Вот кто такой гитарист. Вот что такое гитарист. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Впечатляет, согласитесь. Так вот, человек играющий – это все в совокупности. Это и музыка, это и шелест пальцев по струнам, это и атмосфера, это зрители, это мимика музыканта, это движение его фигуры, это вся обстановка в целом. Вот что такое гитарист. И тогда мы с вами скажем, что это не просто человек, который держит в руках гитару. Это феномен. Феномен. Что такое феномен? Если я вас спрошу, что такое феномен, то вы, скорее всего, мне скажете, что это то, что мы видим. Не совсем. Феномен – это то, что мы воспринимаем. То, что мы воспринимаем. А воспринимаем мы всеми органами чувств. Существуют ли пути, средства, которые позволят нам вот это все вместе, вот все мною перечисленное, запихнуть на картинную плоскость? Казалось бы, нет, это невозможно. Максимум, что мы можем – это создать оптическое изображение. Почему? Потому что мы привыкли к фотографии. Либо рисованной, либо обыкновенной. Но, тем не менее, к оптическому взгляду на действительность мы привыкли. Собственно, этого и ищем. И если вдруг что-то не соответствует, мы говорим, что мир совсем свихнулся. Забывая о том, что современное искусство невозможно понимать. И не нужно понимать. Самое главное – его не нужно понимать, но нужно воспринимать. И этого вполне достаточно. Потому что это высказывание, а не изображение уже в буквальном смысле слова. Хотя на ранних этапах – импрессионизм, фавизм, синтетизм – это все-таки было изображение. Но оно постепенно усложнялось. А в итоге произошел качественный скачок. И этот качественный скачок выдали Пикассо и Брак. Гитарист – человек, играющий. Как поступают художники? Они начинают исследовать наблюдаемый феномен. Ну, допустим, человека, играющего. Со всех сторон. С одной стороны. А с другой стороны – во временной домене. Ведь живопись лишена временной домены. Скульптура лишена временной домены. Они вне времени, эти произведения. Пикассо и Брак не могут этим ограничиться. Они присутствуют при игре гитариста. Они ходят. Они заглядывают со всех сторон. Они слушают музыку. Они воспринимают атмосферу. Но в отличие от простых людей, не заинтересованных в том, чтобы создавать произведения, они присматриваются и прислушиваются и принюхиваются. И в процессе игры гитариста фиксируют в своей памяти наиболее выгодные и наиболее интересные ракурсы. Такой ракурс. Такой ракурс. В такой момент игры. В такой момент игры. В такой момент игры. Они запоминают самое главное, характеризующее этот феномен, этот процесс, эту фигуру, этот музыкальный инструмент. Они, если угодно, пристально наблюдая за феноменом, собирают главные главности. Из наблюдаемого феномена. А потом, набрав этих главных главностей, опрокидывают их на картинную плоскость. Что в итоге получается? Черт знает, что в итоге получается. Ну так, вообще изображения не создаются. Не создаются. Изображение – это чаще всего оптический взгляд. Это взгляд из одной неподвижной точки. Неподвижный взгляд из одной неподвижной точки. А здесь художник движется. Заходит с одного боку, с другого боку, да еще в разные отрезки времени. Набирает впечатлений. Формирует самое главное в каждом ракурсе. И все это в конечном счете вываливается на картинную плоскость. И получается вот такое. Каляка-маляка. Ужас. Черт знает что. Да. В первый момент. Такое впечатление, что это черт знает что. И истеричные, так сказать, зрители говорят. Ах, я не понимаю. Да не надо ничего понимать. Здесь нужно просто договориться с самим собой. Вот эта картина, созданная Пабло Пикассо в 1912 году, через 8 лет после вот этой, тоже называется «Гитарист». Но она построена уже по совершенно другому принципу. Здесь художник ходил, наблюдал и накапливал впечатления. А потом все их вместе взятые из разных ракурсов, из разных положений, из разных временных отрезков, свалил на картинную плоскость. Что в итоге получилось? Тезис первый и фундаментально важный. Получилось неизображение. Это не изображение. Это не оптический взгляд одним глазом из одной точки. Это каляка-маляка. Фигня какая-то. Нет, дорогие друзья. Это не каляка-маляка и не фигня. Это вполне осознанное действие. Потому что то, что справа, не картина. То, что справа, провокация. Чего провокация? Тех самых ощущений и впечатлений, и переживаний. Которые были у нас тогда, когда мы видели игру человека на гитаре. И всю ту обстановку, которую только что посмотрели в ролике у Эстаса Тонда. Кубистические картины – это не картины. Это провокации. Это паттерны, провоцирующие наши ощущения. При условии, что эти ощущения когда-то имели место в нашем жизненном опыте. Если взять какого-нибудь, вспоминали уже тут бедуинов в чате, если взять какого-нибудь бедуинского мальчика и продемонстрировать ему вот эту провокацию справа, он ничего не воспримет. Почему? Потому что он не видел гитаристов. Он не слышал этой музыки. Он не переживал этой обстановки. Он ничего не воспримет. Обратите внимание. Речь не идет о том, что он что-то поймет. Речь идет о том, что он не воспримет. Почему? Потому что кубистический принцип всегда адресует нас к культурному опыту. Если у нас нет культурного опыта, то решительно ничего не получится. Потому что кубизм – это провокация. Вот еще пример. Смотрите. То же самое. Главные главности из разных ракурсов и даже из разных состояний свалены в общую кучу. Но при этом непонятно, о чем идет речь. Верно. Пока мы не прочтем название, ничего не получится. Мы должны прочесть название. Потому что название – это фитиль. Это Бигфордов шнур. Это запуск, без которого невозможно воспринимать произведение. Работа называется «Скрипка» 1912 год. О! Вот как только прозвучало название, так сразу же возникает ощущение. Что такое скрипка? Скрипка – это ведь не просто кусок деревяшки. Это и кусок деревяшки, и музыка, и канифоль. И все, и древесность, и лак, и запах. Все-все-все вместе взято. И цвет, между прочим. Вот это все в совокупности – феномен скрипки. Подчеркиваю. Не скрипка как объект, а скрипка как культурный европейский феномен. Если мы с вами слышали игру на скрипке, если мы держали ее в руках, если мы слышали ее запах, если мы чувствовали пальцами канифоль, вот это все в совокупности, если имело место в нашем культурном опыте, то такая провокация сработает. Не пытайтесь здесь углядеть скрипку. Вы ее там не увидите. Не для этого предназначено. Кубистические картины предназначены для того, чтобы рассматривать их в лучшем случае секунду, а то и полсекунды. Бросили, прочли название, бросили взгляд, и этого достаточно. Этот паттерн, форм, спровоцировал у нас переживания, которые когда-то имели место в нашем культурном опыте. Я хочу привести вам в доказательство, а точнее в качестве иллюстрации этого метода, сюжет из очень хорошо вам известного фильма Александра Грамматикова «Приключения принца Флоризеля». Напомню, вы ведь знаете прекрасно эти эпизоды. Посмотрим, а потом обсудим. Добрый день. Здравствуйте, Перкинс. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, это портрет председателя. Я сделал все, что мог, Ваше Восочество. Ну, ставьте его сюда. Добрый день. Когда настоящие знатоки выносят свои суждения об искусстве, я скромно молчу. По всякому случаю, другого у нас нет. Вы действительно сделали все, что могли. Я старался. Спасибо, Перкинс. Полковник, начнем собирать преступников. Господа, я собрал вас несколько насильственным образом, но извиняет меня лишь то, что каждому из вас было послано приглашение. Но, господа, вы настолько невежливы, что никто из вас не ответил мне. Я принц Флоризель. Извините, что я сижу, Ваше Восочество. Параличие. Я получил ваше приглашение, но был уверен, что это хитрость полиции. А я вообще приглашения не получаю, только повестки. Я и читать не стал. Да вы садитесь, садитесь, господа, садитесь. Все-таки вы у меня в гостях. Дома. В Лондоне. После нашего разговора, господа, каждый из вас будет отправлен на то место... Нет, нет. На то место не надо. Ну, как угодно. Как угодно. Благодарю. Итак, к делу, господа. Мне нужна ваша консультация. Я собираю сведения об одном человеке. Сейчас я покажу вам портрет. Я предупреждаю вас, что это именно портрет. Осторожней с бюстом, пожалуйста. Во всяком случае, я прошу вас отнестись к нему, как к портрету. Ник Николс. Клетчатый. Назад! Господа, это всего лишь портрет. Вот это была ярчайшая и, не побоюсь этого слова, гениальная иллюстрация самого принципа кубистического. Это не портрет. Это не портрет. Это провокация. Это провокация феномена, ощущений, связанных с феноменом, который имел место в жизненном опыте этих гупников. Что они так все повскакивали-то? На что они среагировали? На феномен зла, сконцентрированный вот в этом так называемом портрете. Вот этот паттерн спровоцировал у них те ощущения и переживания, что были связаны с клетчатым, с персонажем Бенюниса. Обратите внимание, они рассматривали его ровно полсекунды. Этого вполне достаточно. Он сказал, что он ищет человека, они взглянули, и все. И провокация сработала. Поэтому всякий раз, когда вы видите кубистическое полотно, пожалуйста, во-первых, прочтите название. Это критично важно. Без названия может не сработать. А во-вторых, больше секунды нет никакой необходимости рассматривать. Оно либо сработает, либо не сработает. Иногда, правда, художник дает, если угодно, реалистическую подсказку. Ну вот, например, смотрите, вернемся вот к этой работе Пабло Пикассо «Скрипка». Вот видите, вот этот, это прорезь, да, интеграл. Если кто знает, как эта прорезь называется, у скрипки сообщите мне, пожалуйста. Вот, я не знаю, как она называется. Но это реалистическая подсказка. Иногда можно ею ограничиться. Но, как правило, кубисты не ограничиваются. Как правило, они дают название. Поэтому подходите, читаете название, бросили взгляд. Всколыхнулось, либо не всколыхнулось. И все, и идете дальше. Конечно, такой бурной реакции, как у этих персонажей из фильма «Приключения принца Флоризеля» ждать не приходится. Но вместе с тем, это действительно гениальное открытие Пикассо и брака. Открытие, которое касается перехода на качественно новый уровень. Это провокация, а не изображение. Это очень важно понимать. И у нас есть вопрос. Кто взял успешный реванш в противодействии фотографическому абсолюту формы? Ф. Резонаторное отверстие в корпусе скрипки. Спасибо большое. Кто взял успешный реванш в противодействии фотографическому абсолюту формы? Кубисты. Кубисты. Но часто думают, что кубизм состоит в угловатостях. Нет, дорогие друзья. Угловатость – это декоративный метод Павла Пикассо, не имеющий отношения к сути дела. Суть кубизма в так называемой симультанности, то есть одновременности показа главных главностей. Вы поняли, о чем идет речь. А во-вторых, в так называемой рекомбинации форм. Напомню вам еще раз, как работает этот метод провокации. Художник изучает, исследует феномен всеми органами чувств. В разных ракурсах, может быть, даже в разных освещениях. Выбирает все самое главное, а затем одновременно рекомбинирует на картинной плоскости. И вот эта картинная плоскость после этого уже становится фактором, провоцирующим ощущение. При условии, имевшее место в культурном опыте. При условии, что есть подсказка. Без подсказки срабатывает редко. Но в качестве подсказки может выступать реалистическая деталь. Поэтому, кто взял успешный реванш в противодействии фотографическому абсолюту форма? Кубисты. Кубисты. Вот Анастасия Полякова написала в 14 вопросе. Два ответа футуризм, а фавизма нет. Да и шут с ним, с этим фавизмом. Это не имеет, слава богу, в данном случае никакого значения. Потому что правильный ответ. Кубисты. Кубисты. То, что два раза футуристы там появились. Это специально подогнанные неправильные ответы. Так что, что там нет фавистов страшного в этом. В данном случае ничего нет. Правильный ответ. Кубисты. Следующий вопрос звучит так. Назовите две принципиальных художественных новации кубизма. Первый правильный ответ. Рекомбинация форм. И второй правильный ответ. Симультанность. Вернее, правильнее называть в такой последовательности. Первый правильный ответ. Симультанность. Одновременность. Симультанность. Это одновременно. Симультанность. Одновременность. Показы. И рекомбинация форм. Главные главности собраны воедино на картинной плоскости. Вернее, в картинной плоскости. В картинной плоскости. Это была бомба. Художники молниеносно просекли эту тему. Просто молниеносно поняли, о чем идет речь. И поняли, что это не просто круто. Это невероятно круто. Что можно не просто изображать, а можно провоцировать. Это интереснее. Особенно наблюдать за людьми, когда они видят, как эта провокация работает. И метод начал распространяться. Как коронавирус. Он попер на восток. В Россию. В Ян пространство. О нем мы с вами еще будем говорить. Русские художники моментально оценили. Посмотрели. И плюнули. Не их тема. Почему? Потому что это все-таки, даже несмотря на оригинальность метода. Это все равно взаимоотношение художника с натурой. А русскому художнику это не очень интересно. Ну, не очень ему это интересно. И немецкому художнику это не очень интересно. Поэтому феномена немецкого кубизма мы и не наблюдаем. Русские побаловались, побаловались. Ну, и при нуле. У них другие задачи. И мы с вами об этом будем говорить. А вот итальянцы восприняли всей душой и всем сердцем. И, конечно, самый восприимчивый к новому явлению в искусстве, к новому методу выступил Умберто Батчони. Прекрасный художник. Жаль, что погиб в Первую мировую войну. Эти художники называли себя футуристами. Почему они называли себя футуристами? Совершенно бессмысленный разговор. Ну, абсолютно бессмысленный. Потому что никакого отношения к футуризму, к фьюче, к будущему, их творчество не имело. Если желаете, я вам на последнем занятии расскажу, откуда взялся термин и почему они себя так назвали. Вернее, почему их так назвали. Это связано с Филиппо Томмазо Моринетти, специфическим персонажем, который для нас с вами вообще никакого значения не имеет. Чем оказались отличные футуристы, воспринявшие кубизм от, собственно, кубистов? Отличие заключалось в следующем. Но итальянцы же ленивые. Вы же в курсе. Если кто-нибудь из вас работал на итальянском оборудовании, в общем, он понимает, что я сейчас имею в виду. При всем, так сказать, огромном сострадании к той ситуации, в которой они сейчас оказались. Это ужас вообще на самом деле. Вот. Но они ленивые. Чего это они будут скакать вокруг какого-то феномена? Что это такое? Это вот пусть Пикассо с браком прыгает. Один испанец, другой француз. А мы будем сидеть в шезлонге, развалившись, и наблюдать, как что-то происходит. А потом воспользуемся тем же самым принципом, который был придуман Пикассо и браком. Действительно. Футуристы не скачут вокруг наблюдаемых явлений. Они позволяют наблюдаемым явлениям, то есть феноменом разворачиваться так, как они сочтут нужного. Простой пример. Ну, это же точно совершенно каляка-маляка. Ну, вот что здесь можно увидеть? Ну, вы можете потужиться, попробовать. Ну, вы все равно ничего не увидите. До тех пор, пока не будет дана подсказка. А подсказка звучит так. Динамизм велосипедиста. Все. Молниеносно. Перед нами появляется ощущение пронесшегося мимо справа налево велосипедиста. Вот этот вихрь, причем тихий вихрь, бесшумный вихрь, вот он. Как только произнесено слово, точнее, дано название динамизма велосипедиста, так сразу и проехал. Все. Больше эта картина разглядывания не требует. Пошли дальше. Вот имейте это в виду. А вообще, на самом деле, с велосипедами все очень непросто. Потому что, честно сказать, я их воспринимаю как зло великое. Ну, может, потому что не привык к велосипедным дорожкам. Но, знаете, сколько народу в Европе погибло из-за столкновения с велосипедистом? Упал, башкой ударился и привет. И я неоднократно в Амстердаме, прежде всего, выворачивался из-под колес велосипедистов какие-то сотые секунды отделяли меня от столкновения. Очень страшно. И в Германии, и в Копенгагене. А правительство Копенгагена вообще хочет пересадить в 20-м. К 20-му году собиралось пересадить. Да. Полностью согласен. Полнейшие уроды. Уже у нас неподготовленные города для этого. Это просто реально очень опасно. Вот. И, в общем, отвратительные совершенно эмоции с этим связаны. Но нужно четко понимать, что эти эмоции входят в культурный багаж. В мой и ваш культурный опыт. И картина Умберто Батчони провоцирует эти самые ощущения. Но рано погиб парень. А вот был другой художник, который прожил большую жизнь, пережил Первую мировую войну и его звали Джакумо Балла. И вот этот самый Джакумо Балла тоже художник-футурист. И действовал в той же самой парадигме. Совершенно согласен, Руслан. Абсолютно согласен. Действовал в той же самой парадигме. Смотрите. Что это и в каком городе. Но то, что это Рим, тут можно не сомневаться. По колориту мы чувствуем, что это Рим. Верно. Скорость автомобиля и свет называется работа. Все. Как только прозвучало название, пронесся автомобиль из правого верхнего в левый нижний. Все. Картину больше можно не смотреть. Она больше нам не нужна. В ней нет ничего больше. И если вы видите какого-нибудь мэна, который с умным видом стоит вот так, ну так он лжет. Он просто делает вид. Эта картина не требует долгого рассматривания. Секунда. Максимум две. Это уж совсем для тормознутых. Полсекунды этого достаточно. Сразу вспоминайте гопников из приключений принца Флоризеля. Вот там гениально просто это все показано. Еще пример. Тоже Джакуму Баула. Как называется эта работа? Что она из себя представляет? Она не представляет из себя изображение. Нет, нет и еще раз нет. Она представляет собой провокацию, которая называется скорость автомобиля. Предыдущая была скорость автомобиля и свет, а это просто скорость автомобиля. Где, в каком городе непонятно. Там точно был рим по коричневым оттенкам. Но как только сказали скорость автомобиля и свет, все. Самодвижущийся экипаж с грохотом пронесся справа налево. Мы его просто фактически ощущаем. И вот это все вместе с ним связано. Как только эти ощущения возникли, можно переходить к следующему экспонату. И так далее, и так далее, и так далее. Вот это прорыв. Вот это действительно новое слово. А теперь представьте себе. Какой-нибудь тупой обыватель подходит, смотрит на это. Но я не понимаю вашего этого современного искусства. Бред какой. но если расслабиться, если просто поверить художнику, что ему надоело заниматься рисованием фотографий, а жизнь его заставила выпендриваться в каком-то смысле, да, безусловно. Но искать новое и переходить даже от изображения к провокации, вот это круто. Но здесь нужно понять элементарные вещи. Много нам понадобилось интеллектуальных усилий для того, чтобы разобраться в этой ситуации. Да нет, конечно. А посмотрите, какие колоссальные горизонты открываются нашему восприятию. Итак, назовите две художественных новации футуризма. Первая художественная новация оптическая мультипликация формы при движении. Оптическая мультипликация формы при движении. Форма мультиплицируется. И второе симультанность достигаемая через движение. И второй правильный ответ симультанность достигаемая через движение. Вот это самое главное. Я разумеется не хочу замусоривать ваш ум сопутствующими проявлениями раннего и модернизма. Это было бы лишним. Потому что мелочи начинают замусоривать нашу память. Должно устаканиться. Мы взяли с вами самое главное из того, что происходило. Мы поговорили о прерафаэлитах. Английский вариант сопротивления фотографии. Мы поговорили об импрессионизме. Французский вариант сопротивления фотографии. Мы поговорили о фавизме. Крайняя степень импрессионизма. Мы поговорили о синтетизме. Если угодно философский импрессионизм с глубоким проникновением. И мы поговорили с вами о кубизме и футуризме. Как вообще принципиально иных подходах. Почему? Потому что цвет он прошагал так сказать по Европе победоносно. Начиная с 62 года и заканчивая 1908. Ну и все. И упал. А искусство движется дальше. Как же без этого? Этого достаточно на сегодня. Последнее что я должен сделать это сформулировать домашнее задание. и вот с домашними заданиями все очень сложно на самом деле. Это не значит что задания сложные. Задания очень простые. Сложно преподавателю. И вот сейчас я призываю вас расслабиться и буквально две минуты послушать рассуждения о структуре и смыслах домашних заданий. Так получилось что стриминговые компании и образовательные компании работающие через интернет они в основном крутятся вокруг визуальных искусств. Вокруг фотографии прежде всего видеографии там и так далее. Ну звук еще. Обсуждается хотя со звуком гораздо сложнее. Почему? Потому что нужны хорошие акустические системы. Все крутится в основном вокруг этого. То есть в конечном счете все крутится вокруг линейный перспектив. Вот. И фотографов очень много. Людей увлекающихся фотографией очень много. Почему мы с вами об этом поговорим в конце курса это важно понимать. Вот. Однако же хотя самая популярная тема это конечно ретушь. Однако же я не ставлю перед собой задачи понудить вас чего-то там такое сфоткать а потом отчитаться о проделанной работе. У нас с вами курс предназначенный для всех желающих воспринимать современное искусство. Узнать его научиться его воспринимать самое главное получить источник радости получить источник интеллектуального наслаждения удовлетворяя тем самым свою гедоническую потребность которая в человеке будет пока жив человек. Поэтому на курс приглашаются все а не только фотографы фотографы в том числе. Итак мы не ставим перед собой задачи сделать красивую фотку Боже сохрани или закосить под какое-то направление в искусстве. Мы ставим перед собой задачу прочувствовать работу метода прочувствовать направление. Для вас это должно быть удовольствием и судя по отзывам ваших предшественников это было большим удовольствием для них. А для преподавателя это большое интеллектуальное напряжение потому что преподаватель должен понять понял ученик или не понял прочувствовал он это или нет прошел он через этот метод пережил он его или нет вот как оценить пережил человек или не пережил это для вообще для преподавания такая сверх задача. Ну а вам это в общем не будет трудно выполнить эти задания. Поэтому относитесь к ним не как к попытке ублажить препода чтобы получить сертификат. Нет. Получите вы ваши сертификаты. Вопрос в другом. Вопрос в том чтобы вы пережили то сконцентрированно пережили то что переживали и художники и публика в исследуемый период. Что переживали художники и публика в период раннего инии модернизма. Итак задание практическое. Найдите в сети в альбомах в монографиях по искусству либо на арт-развалах или в личном архиве художественное высказывание произведения звучащее по теме и на языке раннего инии модернизма но выполненное в последние два десятилетия. Помните при этом что ранний инии модернизм озабочен лишь состоянием натуры но не философией жизни символами эмоциями или отношениями между людьми. Еще раз найдите в сети в альбомах в монографиях по искусству либо на арт-развалах или в личном архиве художественное высказывание произведений звучащее по теме и на языке раннего инии модернизма но выполненное в последние два десятилетия. Помните при этом что ранний инии модернизм озабочен лишь состоянием натуры но не философией жизни символами эмоциями или отношениями между людьми. При этом на предыдущих группах просили а покажите образец выполнения домашнего задания. В переводе на русский язык это звучит так а покажите под что косить то надо так вот под что косить не покажу потому что нужно пройти через это самостоятельно поэтому никаких образцов от ваших предшественников не будет категорически картинку следует сохранить в jpeg формате и размером не более full hd то есть не более чем 1920 на 1080 это убедительная просьба потому что начинает тупить при загрузке а группа большая в этот раз поэтому у нас разбор домашек займет довольно много времени далее файл должен быть один один каждый дополнительный файл изображения снижает оценку на бал почему дело вот в чем когда-то давно несколько лет тому назад когда мы только начали проводить в школе профайл курсы по искусству слушатели очень быстро сообразили как удовлетворить кровожадного препода нужно сунуть ему в зубы как можно больше картинок а пусть он потом выберет за что меня похвалить вот этот номер не пройдет дорогие друзья администрация школы профайл категорически запрещает использовать больше одного изображения это абсолютно правильно почему потому что выбирая одно изображение один пример прошу прощения так правильно вы берете ответственность на себя за него вот это мой выбор вот я считаю что это так а если вы ошиблись что тогда так вот сообщаю вам братье что я не ставлю низких оценок мои ученики это хорошо знают никогда не ставлю низких оценок если я вижу что студент не прошел через метод не понял не осознал я отправляю его работу на доработку оценка в этом случае не понижается вы выполняете дорабатываете задание я его проверяю уже отдельно уже не на занятии и после этого мы с вами решаем вопрос я заинтересован в том чтобы вы получили ваши сертификаты потому что это очень важно для вашей жизни хотя казалось бы фелькина грамота нет дорогие друзья сообщаю вам что в большинстве западных вузов нет вступительных экзаменов есть конкурс анкеты документов и к рассмотрению принимается любая бумажка в том числе и сертификат выданный школой и этот сертификат может быть последней каплей которая переполнит чешу терпения приемной комиссии вас зачислить у меня три таких примера три так что за сертификат стоит побороться и так файл должен быть один в кратком комментарии два-три предложения обоснуйте свой выбор а также укажите автора произведения и год его создания примечания примечания имейте ввиду материал найденный в интернете найденный в сети оценивается не выше 80% 80% напомню вам это оценка по умолчанию минимально необходимая для получения сертификата материал из альбома или монографии по искусству не выше 90% оригинальное произведение то есть вами созданное произведение имеет шанс получить 100% оценку либо же альтернативно если вы произведение где-то нашли автор кто-то другой но при этом рассуждение столь ценны что преподаватель заимствует ваши мысли ваши идеи вот тогда тоже ставится оценка 100% постарайтесь не быть многословными постарайтесь быть в комментарии максимально краткими что вас много в этот раз и я зачитываю это мой принцип из уважения к вам полный текст поэтому пожалуйста постарайтесь быть краткими не больше трех маленьких абзацев и наконец последнее фотоработы фотографии фотоработы не принимаются не рассматриваются и не оцениваются на протяжении всего курса а вот может ли это быть цифровое созданное произведение да да и еще раз да но не фотография изображения выполненные оптически не рассматриваются и не оцениваются ну что ж это все если есть еще вопросы пожалуйста задавайте не понял насчет коллажа не понял уточните пожалуйста а коллаж их фото что имелось ввиду не врубился пожалуйста поподробнее объясните что имелось ввиду фото коллаж нет категорически нет единственное занятие исключение занятие посвященное дадаизму вот там да там фотоколлажи они просто это основа метода дадаистического поэтому а так нет нет все что связано с фотографией категорически нет категорически нет почему потому что это способ схалявить не вам не ваш способ это вообще в искусстве способ схалявить поэтому нет наша с вами задача преодолеть фотографию это одна из сверхзадач данного курса преодолеть фотографию самому рисовать это всячески приветствуется даже если вы рисовать не умеете это всячески приветствуется это очень очень большая ценность значит давайте я еще раз зачитаю найдите в сети то есть в интернете в альбомах в монографиях по искусству либо на арт-развалах или в личном архиве художественное высказывание произведение звучащее по теме и на языке раннего иммодернизма но выполненное в последние два десятилетия то есть произведение выполненное в логике импрессионизма либо фавизма либо синтетизма либо кубизма либо футуризма в логике прошу вас отличать логику и эстетику от закоса под похожесть ни на что не влияет нам не похожесть нужна нам нужно чтобы вы прочувствовали то как работает метод чтобы вы нашли произведение в котором присутствует очевидно хроматический конфликт либо же художник предпринял попытку проникнуть вглубь натуры и выразить свое отношение к ней либо же художник создал провокацию кубистическую или футуристическую тогда не забудьте дать название обычно даже поиск таких произведений занимает время и требует достаточных интеллектуальных усилий это интеллектуальный тренинг с одной стороны а с другой стороны переживания это очень важно ну что ж братцы судя по всему все на сегодня поэтому я прощаюсь с вами да пока-пока и до встречи в четверг счастливо